Прошлая лекция была посвящена тропке, которую я протаптываю вокруг Ленфильма, а это всего вторая лекция на тему сада расходящихся тропок. У меня была лекция про Рюича Сакамото, и там я сказал, что эта лекция, она, собственно, не совсем о кинематографисте, но о человеке, если следить за которым, то можно нарыть очень много интересного в кинематографе. И вот это такая же лекция, в основе которой лежит рассказ Борхеса 1941 года с сада расходящихся тропок. Поскольку Жене, в общем, конечно, не кинематографист никакой, хотя он и работал в кино. Он известен как литератор, драматург, писатель. И именно для того, чтобы пойти по его стопам, нужно немножко вспомнить, что мы все-таки о кино разговариваем. Поэтому я не буду, я не литературвед, и разговаривать о его произведениях детально, хотя они когда-то меня очень задели, когда впервые были изданы эти книжечки, и я не буду. Значит, что важно сказать? Ну, опять, я пишу явление, потом чуть-чуть пробегусь по биографии, потому что без биографии, к сожалению, нельзя. И особенно в случае с Жене. И потом пробегусь по фильмам. На самом деле, фильмов больше трех десятков, которые имеют отношение к Жене непосредственно. Но из них есть кучка фильмов, которые просто в сухую экранизируют его пьесы. Ну, это довольно скучно. Не пьесы скучные, а результат экранизации. Поэтому говорить не о чем. Есть фильмы, где Жене подрабатывал даже иногда под псевдонимом, как сценарист. Ну, то есть это тоже такая не халтура, но поденщина, тоже можно не разговаривать. Но есть фильмы, которые не в бровь, а в глаз, и выводят вот в этом моем курсе про поиск авторских эстетик на совершенно неожиданную, радикальную, отверженную, пугающую, шокирующую эстетику, которая существует в том числе и прежде всего с подачи Жены Жены. Значит, явление. Ну, парадоксальная личность, совмещавшая в себе всякие крайности. С одной стороны, настоящий вор, настоящий блатарь, отсидевший очень много лет. Есть приговоры на три месяца, есть приговоры на два года. Была пожизненная ссылка, от которой его спасли видные деятели французской культуры. Был строк семь лет непрерывный. При этом, если говорить, за что сажали, а сажали его с детства, ну, знаете, украл четыре бутылки аперитива, не заплатил за билет на поезд, украл прижизненное издание «Верлена» редкое, украл книжку Пруста, которую не читал еще к тому моменту, вообще ничего Пруста не читал. Ну, вот такие преступления, тоже парадокс. Естественно, жены сам в своих биографических рассказах и интервью часто мистифицировал. И тем не менее, несмотря на то, что с его подачи архивы его детства закрыты до 2030 года и не могут публиковаться данные, было несколько исследователей, которые рыли его биографию на основе тех документов, которые открыты. И многое из того, что говорил Жене, подтвердилось. То есть это не был убийца-рецидивист, это не был маньяк-потрошитель, это был человек, который был, скажем так, с повышенным ощущением свободы. Поэтому, если ему нужен был Пруст, значит, он получал этого Пруста. Тем более, что по факту, если мы почитаем произведение Жене, мы и найдем этот автобиографический мотив. Он рассказывает, как отобранный, а до этого и ему краденный Пруст, привел его к Прусту, к чтению Пруста, к погружению в эту литературу и к становлению писателем. Поскольку вот это вот воровство Пруста было принципиально для судьбы. В чем еще парадокс? Жене очень глубокий метафорический автор, а по-своему даже радикальный. И при этом он сохранял во всех своих произведениях и в личной жизни парадоксальную наивность. В принципе, сохранилось 9, нельзя сказать, фильмов, но, скажем так, 10 видео, где мы можем с Жене увидеть, как он разговаривает, дает интервью. То есть, где он играет себя, то бишь не играет. И вот эта наивность, какая-то такая простодушная открытость подкупает. С другой стороны, он был очень закрытый человек, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством, на несколько лет, несколько раз уходил из творчества, в том числе и литературного. Вообще, надо сказать, что, условно говоря, с 61-го года по 86-й, когда он умер, он практически ничего и не написал. То есть, литературная карьера в 61-м году была закончена. Да, оказалось, что не совсем так. После смерти вышла парочка книг, включая вот этот том, который в этом году переведен, впервые издан на русском языке, «Влюбленный пленник». И, тем не менее, огромный период вот такой концентрации в себе. С другой стороны, это крупнейшая фигура, которая вошла во все культурные и политические контексты второй половины XX века. То есть, он дружил с Артром, с Кокто, о нем писал Франсуа Моряк, он ездил поддерживать «Черных пантер», он дружил с Алином Гинзбергом. И до бесконечности можно умножить эти фамилии французской, европейской, мировой культуры. И при этом он пугался всех этих людей, говорил, вы из меня создали какой-то памятник, какую-то икону, а я совсем иной. И действительно, он ходил всегда в одной и той же кожаной куртке, почти борел голову. Про его кожаные штаны все вспоминают, что было ощущение, что их можно поставить отдельно в угол. Настолько они были грязные и затертые. Что, простите? Ну нет, почему? Он не был бомжом, кстати, если говорить о биографических деталях. У него почти никогда один раз он пытался в Париже купить какую-то двухкомнатную квартирку, в которой недолго прожил, хотя они там с его возлюбленными оформили стены каким-то ковролином коричневым, пылесосили эти стены. То есть такая попытка буржуазной жизни была. Ну, в общем, всю жизнь он жил в гостиницах. Осталось сотни его адресов в Париже, в Северной Африке, в Европе, где он путешествовал, в Японии. Он всегда жил в гостиницах, и все интервью давал в гостиницах. И многие из интервьюеров вспоминают, что первое, что они слышали, когда приходили к нему в номер, он лежал обычно на кровати, встречал, ну, дверь не закрывал никогда, лежал на кровати и всегда спрашивал, «Хотите прилечь со мной на кровати?» То есть во всех смыслах вот сразу такое было предложение. Кто-то соглашался, кто-то говорил, «Давайте лучше сядем поговорим». В общем, такая фигура странная. И наследие тоже. С одной стороны, он ставился в театре с 50-х, то есть с момента, когда он написал свои пьесы и считается французским классиком, издавался в важнейших издательствах и прежде всего в «Галимар» издательстве. С другой стороны, он проходит в категории то, что в английском языке называется cult, культовый абсолютно, и парадоксально еще и нишевый писатель. То есть он какое-то количество времени был запрещен в Соединенных Штатах и на въезд, и некоторые произведения запрещены. Фильм, который он снял и о котором я буду рассказывать, он настолько шокирует, что Жене сказал, что, наверное, не надо его больше никому никогда показывать после моей смерти. Но, тем не менее, Британский киноинститут, Би Фи Ай, Бритиш Фильм Институт издал очень красивый DVD. И фильм вы можете посмотреть и шокироваться. Вот, они очистили изображение, много дополнительных материалов добавили, звук почистили. В общем, получился такой настоящий памятник визуальный. Вот, теперь с точки зрения явления. Ну, прежде всего, Жене, он ассоциируется с той эстетикой, которую можно, как бы мы красиво, литературно ее не эксплицировали, отнести к гумоэротической эстетике. Он был открытый гей, или, как сейчас принято политкорректно говорить, гомосексуал, причем гомосексуалом он был с 15 лет. И, собственно говоря, он основной создатель в мире вот такой радикальной, высоколитературной гумоэротической традиции. Абсолютно неприкрытый, абсолютно не метафорический. Я сказал, что его творчество довольно метафорическое, но это не касается гумоэротической темы. Там оно предельно обнаженное, а не в бровь, а во все места. И он, в принципе, крупнейший писатель, гомосексуалист. Не только французский, но, наверное, европейский. Вот по масштабу, по масштабу наследия. Поэтому, когда вот у нас стали издавать книжки, тут вы можете читать аннотации к ним. Это все вот первое издание на русском языке. 97-й год, вот видите. И там куча ошибок в этих аннотациях. Все названия произведений перевраны. И, тем не менее, книжки изданы не очень большими тиражами. И я не думаю, что это очень широко как-то развивается какая-то традиция исследования или прочтения жены вот с момента первой публикации. Ну, вот это первая такая официальная публикация. Это были журнальные, были там какие-то альтернативные журналы, которые издавали. Маруся Климова занималась жена, это один из ее авторов. Вот. Тем не менее, я не думаю, что какая-то есть традиция глубокого прочтения жены, какого-то контакта. Нет никаких клубов чтения. Вот мы сейчас сидим напротив, там сейчас в 503-й комнате клуб любителей игры в ГО происходит. Ну, видите, игра в ГО, у нее традиция многотысячелетняя. Вот она пришла теперь в ту комнату, и там 4 человека в нее играют сейчас, в Некрасовке. Я не знаю, сколько в России, в стране очень консервативной, в стране агрессивной, сколько должно пройти десятилетий, чтобы мы пришли вот к какому-то такому, например, изучению жены в академических институциях. А во Франции, естественно, это классик, увенчанный крупнейшими наградами, несмотря на то, что сплошные скандалы с ним были и сидел он большую часть своей жизни именно во Франции. Значит, вот эта вот гомоэротическая эстетика неприкрытая, которая в наиболее радикальной форме представлена у жены. И, соответственно, она по эффекту домино запускает по разным направлениям в разных странах последователей, которые развивают эту эстетику, последователи, которые инициируются этой эстетикой. И из этой эстетики рождается то, собственно, ради чего эстетики и формируются, рождение новых смыслов. В частности, то, что сделал Жене в литературе и в кино, лежит краеугольным камнем. Не он единственный, не он даже первый, но он один из наиболее радикальных инициирующих создателей эстетики в кинематографе, которая в американском кино, прежде всего, стало называться «Ньюкверсинема». Кинематограф возник еще в 20-е и 30-е годы совсем подпольно, потом воспринимался как такое кино-андеграунд. А уже начиная с конца 70-х это стало такое массовое направление развивающегося независимого американского кино. И целый список крупнейших режиссеров этой эстетики вам известен. Как я сказал, Жене не был создателем вот в кино этого жанра. Но, сняв свою картину первую режиссерскую, он положил, он как бы легализовал это направление, скажем так. В Европе так точно. Ну и он считается вместе с Беккетом и Фернандо Рабалем и Ионеско одним из классиков драматургии абсурда. Это вот третья его важная составляющая эстетическая, как наследие. Как я сказал, в России удивительным образом с 97-го года, когда был издан не первый его роман, третий его роман, автобиографический дневник вора, его активно издают. Есть госпожа Кондратович в Петербурге, такая контркультурная переводчица и писательница замечательная, которая известна как Маруся Климова. Главная переводчица, собственно говоря, Луи Фердинанда Селина, другого такого радикального плохиша, антисемита и почти фашиста, значит, французской литературы. И вот она занималась женой, занималась она им такого самого важного романа. Она перевела роман Кирель. В принципе, вот я лично, несмотря на то, что так сложилось просто случайно, что все мои ники в интернете с каких-то там вот начала 90-х годов, они все Кирель звучат в разных транскрипциях, по-французски и по-немецки. Вот. Я бы не выделял Кирель как вот главный его роман, потому что и первый его роман хорош. И вот эти небольшие романы «Торжество похорона», «Дневник вора» очень яркие. Он обладает удивительной какой-то точностью языка. Вот эта вот метафорика, она отправляет к экзистенциальной традиции. Ну, абсурд, литература абсурда – это тоже такая ветвь экзистенциализма. И поддержка Сартра тоже выражала определенное сродство. И марксизм в исполнении Сартра и экзистенциализм где-то рядом ходили, там ползали. И левацкие взгляды Жене тоже к этому как-то подкладываются. В общем, Жене как писатель очень хорош. Он издавался и продолжает издаваться постоянно, все время переводит. Вот я говорю, самый свежий перевод влюбленного пленника – это его палестинский мемуарный дневник 70-х, 80-х годов. Вот от Маргина мы сдал его эссе. Это блестящее эссе, мастерская Альберта Джакаметти. У него два лучших эссе. Это «Канатоходец», посвященный его возлюбленному, которого он когда-то, Абдуле, которому он когда-то научил ходить по канату. И который, собственно, от этого и потерял эту возможность. Упал с каната и потом покончил жизнь самоубийством, что сыграло очень важную роль в творчестве Жене. И от Маргина тоже издал его, я бы даже не сказал, эссе. Это исследование о эстетике Рембрандта. Абсолютно философская такая вещь. Ну, в разных подборках издаются романы. Вот вы отсюда не увидите картинка, очень неприличная на обложке. Роман Кирель в переводе Маруси Климовой. Это лучший перевод. Отдельно люди занимаются театром Жене. Жене был очень въедливый драматург. Он не просто писал пьесы. Он каждой пьесе, каждые пять лет писал подробные инструкции, которые публиковал в прессе, как эти пьесы надо ставить. И это такая своеобразная теория театра. И вот есть сборник театра Жена Жене. Во-первых, он ценен тем, что здесь переведены три пьесы. К сожалению, здесь нет перевода. Тоже довольно радикальные и пугающие пьесы негры. Здесь служанки, балконы, ширмы. Но здесь есть несколько эссе и несколько текстов о том, как надо ставить эти пьесы в любом театре. То есть теория театра. И главное, что здесь это единственное место очень мелким шрифтом. Такая книжечка, знаете ли, очень плотная. Она кажется маленькой. На самом деле, это на полтора месяца чтение. Здесь единственное на русском языке фрагмент одной из основных философских, то есть критических, интеллектуальных биографий Жене, написанных Сартром. Она называлась «Святой Жене, комедиант и мученик». И, в принципе, Сартр не собирался писать никакую биографию Жены, никакую книгу о Жене. У него была очень простая прагматическая задача в поддержку издательства Галимарт, которая уже в 50-е годы. Нет, даже в конце 40-х. То есть еще 10 лет не прошло с того момента, как Жене начал писать. Галимар хотел издать собрание сочинений Жены, куда включить все его романы, поэмы. И для этого нужен был какой-то инициирующий запал, поддержка, как то или Сартра, то есть друзей Жены. И Сартр взялся написать предисловие. И он взялся писать и остановился на странице 690. И в итоге собрание сочинений вышло, но только первый том отдельный – это книга Сартра «Святой Жене, комедиант и мученик», которая, к сожалению, вот только маленьким кусочком, вы понимаете, здесь микроскопический кусочек издана на русском языке. Но надо сказать, что на русском языке не издана ни одной из трех важнейших биографий Жены. Помимо Сартра, Альбер Диши написал большую биографию на французском языке, где больше концентрировался на тех годах, которые, собственно, и сложили вот эту вот судьбу творческую Жены на его воровских годах до 30 лет. И вот он, собственно, больше всех порылся в этих архивах, хотя основная часть архива до 2030 года закрыта по завещанию Жены. И Эдмунд Уайт, британский писатель, ныне здравствующий, частично даже и сценарист, тоже написал большую биографию Жены на английском языке, и она тоже у нас не переведена. То есть такая фигура у нас существующая, но вот от марганом по краям. Да, и еще вот важно, есть издательство моего хорошего приятеля в Твери. Издательство находится, а приятель в Праге находится и является главным редактором сайта «Радио Свобода» Митя Волчек. Вот 20 лет прекрасного издательства «Колонна Публикейшн». Вы можете зайти на их сайт посмотреть. Они тоже издают, ну, во-первых, наверное, это главное гомоэротическое издательство, существующее в России, а издают они очень много хороших книг, не замыкаясь на нишевой гомоэротической эстетике, но ее совершенно не стесняясь. Вот, например, книга Франсуа Сантенна, «Убийца и его палач». Это книга, фотография документальная, это книга о друге Жанна Жене, документальный роман. Или вот совсем вышедшая на французском языке в 2010 году Жиля Сибана, книга «Домодоссола» по названию города с подзаголовком самоубийства Жанна Жене. Жанна Жене – фотография Мэйплторпа, крупнейшего фотографа американского 20 века. Это 71-го года фотография Жанна Жене в Нью-Йорке. И это такая, как бы, двойная автобиография. Тут исследование, литературное исследование попытки, самой знаменитой попытки, о которой писали все мировые газеты, включая «Нью-Йорк Таймс». В 67-м году попытки самоубийства Жанна в городе Домодоссола в итальянском. И, соответственно, причины этого самоубийства, отношения его с Абдуллой, самым его таким близким любовником. И параллельно Сибан рассказывает о своем, то ли реальном, то ли вымышленном любовнике Маджеди. Вот это такая двойная автобиография. Очень хорошая книжка, очень легко отчитается и хорошо переведена Валерием Ногатовым. Очень рекомендую. Ну, если входить... А почему входить в гомоэротическую эстетику? Не страшно и нужно. И в литературную, и в кинетографическую. Я постараюсь сейчас объяснить, собственно, этому и посвящена лекция. Потому что это авторская эстетика, которую поддерживает целый коллектив авторов в мире. И они это поддерживают не потому, что они гомосексуалы, и им просто не о чем поговорить. Они не от узости, а от нишевости своих фантазий и своих знаний это делают. Вот. Но вот эта книжечка, если с нее начинать, она не режет глаз, ухо и другие части вашего тела. Вот. Значит, это в целом очень грубо о Жене. Теперь, чтобы конкретизировать какие-то нюансы, все-таки его биография. Я даже, чтобы что-нибудь не забыть, подсказочки себе всякие взял. Значит, так случилось, что Жене, вот он схватил все основные десятилетия XX века. Я уже говорил, что XX век — это такой век инфантил. Это первый инфантильный век. То есть все века были такие настоящие, как бы соответственно своему столетнему возрасту с самого первого десятилетия. А XX век, он такой был подраненный. У него все началось, видимо, с началом Первой мировой войны. До этого полтора десятилетия он доигрывал XIX. И, собственно, инфантильность — это важное слово по отношению к XX веку. Он был инфантильный, но это был век радикального технического прогресса. Не только техники. В XIX веке тоже был определенный прогресс техники. Но радикального технического прогресса, если воспринимать слово техно, техника многостратого. И из-за этого радикального технического прогресса этот век был с повышенной скоростью. Он как бы нагонял, в том числе, потерянные полтора десятилетия в своем самосознании. И из-за того, что скорость этого века, скорость событий, скорость передвижения, скорость осознания, научных исследований, любая скорость, которая в этом веке происходила, она была выше возможностей человека. Человек социум в целом и каждый в отдельности выработал какие-то механизмы самозащиты, торможения. Кто-то... Ну, понятно, что это торможение происходило и на индивидуальном уровне. Максимальное количество самоубийств об этом в социологии сигнализирует. И в социальном плане все эти катастрофы, всемирные войны, которых до этого практически никогда не было в таком масштабе. И в целом то, что мы называем инфантильностью. Вот такая личностная инфантильность — это такая защита от скорости века людоеда по Мандельштабу. Соответственно, эта инфантильность, она сложилась не сразу. Она начала складываться, видимо, вот в период Веймарской республики в Германии, которая была наиболее интенсивно развивающейся демократией вот в эти два первых реальных десятилетия настоящего XX века, начавшегося в XIV году. Но основной поток инфантилизма, в том числе в литературе, в искусстве он произошел, конечно, после окончания, после облегчения, когда можно расслабиться и быть искренне инфантильным, чтобы спастись от окружающей среды, то есть после Второй мировой войны. И вот Джене он своей биографией, просто календарной биографией захватил основные десятилетия XX века, отбросив как бы ненастоящие. То есть он родился в 910 году, первое десятилетие несерьезно, не имеем его в виду, и умер в 86 году. Причем умирал он долго, готов он к смерти был, как я сказал, уже и в 67-м, когда была попытка самоубийства наиболее серьезная. Но есть и другие попытки самоубийства, их было несколько, о которых мы толком ничего не знаем, о которых знают только очень молчаливые друзья. Некоторые любовники и друзья Джене до сих пор живы. Один из них по завещанию Джене получил все права на произведения Джене и много десятилетий ходил почти анонимно в издательство «Големар», получал деньги за огромные тиражи во всем мире выходящих литературных произведений жены и практически ни одного слова в «Големарде» не произносил. Показывал паспорт, говорил фамилию, забирал деньги и уходил. Причем наличные деньги. И умирал он по факту с 79-го года, поскольку в 79-м году у него был обнаружен рак горла. И вот с этим раком он прожил 7 лет, очень плохо говорил, иногда было непонятно, что он говорит. В последних видеозаписях видно, что он сидит там где-то в Марокко на стуле и чего-то такое говорит, и то ли это сумасшедший старичок, то ли у него плохо с дикцией, но это вот проблема рака горла. А потом вдруг раз, в какой-то момент происходит щелчок, и он вдруг начинает говорить, и мы видим, что это абсолютно вменяемый человек, который говорит на каком-то таком высоком философском, таком высоком философском регистре. Вот. Значит, 910-й и 86-й. Большая жизнь, 76 лет. Есть такая теория, что философы живут долго. Ну, по-своему, Жене был философ. Теперь очень важно, что Жене был безотцовщин. Он, известно, что его, да, он родился в Париже и умер в Париже. Причем умирать в Париже он не собирался. Он конец жизни проводил на севере Африки. Он полюбил, впервые в жизни, попав в конце 20-х годов в первую арабскую страну, в Ливан. Он влюбился в Северную Африку, в Арабский Восток. И очень много времени, а он путешествовал по всему миру, объездил все на свете, кроме России. Он очень любил Арабский Восток. У него было очень много друзей, любовников и арабов. И хотел закончить свою жизнь где-то на севере Марокко, в маленькой рыбацкой деревне, где жил один из родственников одного из его умерших любовников. Есть вот в этом году снят фильм об этом месте. Это маленькая деревня, ничем не примечательная. Единственное, что там есть примечательное, две могилы. Могила Жана Жене, за которой ухаживает семья рыбака, старшие члены которой были знакомы с Жене. Они не говорят по-французски, удивительно. И могила другого большого, крупного европейского писателя, гомосексуалиста, очень близкого друга Жана Жене, Хуана Гайтисало, испанского писателя, тоже основную часть жизни, прожившего в Париже. И, кстати, колонна, естественно, тоже Гайтисало издавала, но он и в советские годы издавался в более смягченном виде в серии «Мастера современной прозы». То есть автор нам известен. Даже не один раз издавался в зарубежной литературе. Вот эти две могилы. Причем Гайтисало завещал себя там похоронить, и Жене завещал себя там похоронить. Они так, знаете, над морем расположены. И кроме моря ничего с этих могил не видно. Могилы в арабском стиле, то есть это возвышение с двумя камнями в ногах и в голове, и все. На камне написано «Жан Жене». И периодически вот этот периметр и звездкой белой покрывают, и в центре могилы растет травка. Больше ничего нету в этой марокканской деревне. Но умер он в Париже. Он приехал в Париж, дорабатывал одну из своих пьес, и скоропостижно умер. Как вот одинокий Ким Кедук в Риге в гостинице, так же он умер в гостинице. Был найден, видимо, через сутки в коридоре. Он упал, не через сутки, видимо, не сразу, не в ту, ну, в общем, через какое-то количество часов в коридоре этой гостиницы. Ну, в общем, грустно. И он был безотцовщен. Его мать, мы знаем, что ее звали Камилла Жене. Причем, опять же, есть мифология, что Жене, это была мифология, Диши ее в своей биографической книге развенчал, что Жене, это псевдоним, которым назвали приемные родители Жана. И Жене, это по-французски дрог, такое растение, которое везде росло вокруг тех домиков деревенских, которых его воспитывали. Но по факту выяснилось, что нет, он Жене, настоящая фамилия. Отца не знал никогда в документах, никакой отец не указан. То есть раскопать прошлое Жене детально, несмотря на то, что он родился в 20 веке, невозможно. Мать его сдала в приют через год. И, в общем, след ее потерян. Считается, что у Жене был еще брат, который младше чуть-чуть. Жене не нашел его следы. То есть такая совсем грустная история. Знаете, вот если мы вспомним цыганские песенки в электричках, или песни Беспризорников из фильма «Республика Шкит», вот прямо вот такие вот со слезой, это реальная биография Жены. И это важно понимать, что эта биография стала основной составляющей его экзистенции и литературной направленности его произведений. А, как я сказал, это все-таки ответвление экзистенциальной литературы, экзистенциальной философии. И если французы сами любят сравнивать своих авторов с другими французами, поэтому французы, если вы какие-то легкие объяснения, что такое, кто такой Жан Жене, почитаете, то у французов вы найдете, что это новый маркиз де Сад. Маркиз де Сад XX века. Собственно, поэтому Жене и боялся Советский Союз. И, несмотря на то, что он был левак, его печатала главная газета коммунистов Франции «Юманитея». Он выступал в поддержку Анжелы Дэвиса, с которой носился, я не знаю, Генрих Боровик два десятилетия в Советском Союзе. Жанна Жене не существовала для Советского Союза. И именно из-за того, что сами же французы из своей вот этой любви к своей культуре называли его маркизом де Садом XX века. И тут сразу, несмотря на то, что, в общем, маркиз де Сад – это деятель французской революции, видный, основополагающий, но как-то это не воспринималось в Советском Союзе, и от Жене бежали как от огня. Поэтому он до сих пор у нас, в общем, и не прочитан. Значит, гувернантка по профессии Камилла сдала его в приют, то есть под социальную опеку. Социальная опека нашла ему приемных родителей. Отдали его в семью, деревенскую семью, некого ремесленника Ренье. Жили они в маленьком городе Алиньи-Он-Маран. И несмотря на то, что, как потом во всех своих автобиографических заметках, а надо сказать, что автобиографическими заметками жены можно назвать любое его произведение, они все на скелете автобиографических каких-то мотивов построены. Так вот, он везде вспоминал, особенно в первом романе «Богоматерь цветов», написанном в 41-м году, в 31-м год. Он вспоминал с любовью об этой семье, о своих приемных родителях. Так вот, воровать он начал именно у них. Он воровал деньги у ремесленника, у которого был крепкий ремесленный бизнес. И эти деньги он воровал для чего? Он покупал сладости, и эти сладости раздавал дружбанам. Вот, собственно, как бы вся цель воровства. Поэтому, когда я говорю, что не то, что это не было вынужденным воровством. Нет, это было воровство вольной, свободной природы этого человека. То есть, он включал воровство в норму. Ну, знаете, есть разные культурные традиции. Есть вот эта частично реальная, частично мифологическая грузинская традиция, что если вы в грузинской семье, в гостях на какую-то вещь долго смотрели, ее похвалили, вам ее подарят. Ну, вот это такая тоже форма свободных взаимоотношений людей и вещей. Ну, вот Жене вышел в этом плане на какой-то свой уровень свободы. Он просто брал то, что ему нужно, деньги на конфеты, и то, что ему не нужно. Пруста. Он не читал его и не хотел читать. Так случайно получилось, что поскольку его посадили на два года за то, что он украл первый том Пруста, в тюремной библиотеке он решил узнать, а что это за Пруста такой начал читать. И об этом он подробно вспоминает в «Богоматери цветов». А надо сказать, что с первого романа, даже в любом переводе, вы понимаете, какой высокий уровень литературного языка и литературного мышления. То есть это потрясающий талант. Вот родился из ничего. Он проходит как такой вот проклятый поэт 20 века. Основные проклятые поэты, они все-таки где-то там остались, в 19 веке. Тем не менее, это вот проклятый поэт 20 века. И если Маруся Климова или Митя Волчек издают что-то связанное с женой, это у них проходит такой подсерии «Сосуд беззаконий». Вот сосуд беззаконий. Вот вольность до беззакония. Это жены. Значит, Оленье, он марван, и он ворует, и, естественно, конфликт с родителями, к которым он относится, с любовью. И в какой-то момент, в 10 лет, его помещают... Нет, не в 10, где-то в 12 лет, да, его помещают в типографскую школу, чтобы научился он мастерству, и чтобы стал тоже профессионалом, ремесленником. Выдерживает он там 15 дней. И начинается вот следующая ветвь его судьбы, которая сказалась на всем его творчестве, бегство. То есть первое – вор, второе – беглец. Вечный беглец и путешественник, благодаря этому бегству. Он сразу сбегает, ну, через два месяца его ловят, и опять под социальную опеку, и ищут ему другую семью. И в апреле 25-го года он попадает, тоже парадоксально, в семью слепого композитора, Ренея де Бюксейля. Его воспитывает слепой композитор. Вот знаете, ну, не у каждого такая судьба, да? Слепой композитор. Дорогие друзья, мы знаем такого только одного, да? Правда, самого известного. Но тем не менее. Вот, пальцем в небо это называется. Значит, сохранились, ну, то, что в русском языке называется характеристики, написанные людьми, которые были педагогами Жене. А надо сказать, что пока его ловили и искали семью, его помещали в католический лицей. То есть он получил кусочек вот этого, как и Жан Виго, католического образования. Так вот, у этих католических педагогов у них очень интересные сохранились заметки о Жене. Кто-то сразу написал о женственности облика. При том, что если вы посмотрите на зрелого Жене после 30-ти, это такое очень низкого росла, такой мачо, такой грузчик портовый в кожаной куртке. Ну, то есть женственности там не на грош. Да, его любовники в основном арабского происхождения, они действительно юные и женственные. Такие цветки, богоматерь которых воспел Жене. Но сам Жене не похож. Тем не менее, женственный облик. После того, как у Бюксейля вот в этой семье он побыл, он опять сбежал и опять его поместили в институцию, там уже характеристика другая. Там уже пишут известная степень дебильности и умственной нестабильности. Вот такое восприятие было Жене. Значит, в марте 26-го года он попадает впервые в тюрьму. То есть, в 16 лет первая тюрьма. На два, нет, на три месяца одиночная камера. Ну, тоже тут интересно особенности французской пенитациарной системы. Как я говорил, Жене ничего такого вот радикального не делал. Не оплатил билет, четыре бутылки аперитива, книга Пруста. Да, он иногда то, что называется тырил ценные предметы, например, автографы французских королей или, как я сказал, прижизненное издание Поля Верлена. Понимаете, галантное празднество сборник Верлена он украл. Тем не менее, три месяца одиночки, одиночная камера. Это довольно жестко. Все это потом отыграется и в его произведениях, и в его кинематографии. Вся эта одиночка и последующие сидения это дневник вора. Отсидел, вышел, буквально через два месяца попал опять, опять отсидел. В общем, в 18 лет решил отдать себя добровольную, типичная карьера для безотцовщины, для приютского парня решил отдать себя добровольцем в иностранный легион. Иностранный легион французский всегда имел мифологию. Франция это огромная была колониальная держава, практически две трети Африки держала. И чтобы и захватывать, и обслуживать все это, нужна была армия, и этим занимался именно иностранный легион. И во французской литературе мифология иностранного легиона это до сих пор в кинематографе сохраняется. Самый сильный на эту тему фильм, например, Бео Траваль, Клэр Денис, Даниила Иванова в главной роли. Балетный, танцевальный фильм о человеке, который прошел иностранный легион. Где-то типа иностранного легиона, кстати, служил и Ким Кедук, которого я уже воспринимал. И травмированная психика на всю жизнь осталась и в кинематографе отразилась. И вообще, если мы будем искать аналог Жанну Жене в современной в культуре 20-21 века, это Ким Кедук, конечно. Вот каким-то парадоксальным образом они связаны, хотя Ким Кедук не гомосексуал, эту эстетику не развивал. Тем не менее, вот именно характер мышления, метафорика, вот эта вот ясность метафорическая сближает Жене и Ким Кедук удивительным образом. Значит, он попадает в иностранном легионе, в Бейрут и влюбляется в Арабский Восток. Следующей страной была Марокко, и вот эта любовь, она только усиливалась, поэтому вторую половину жизни он, в общем, прожил все время в Северной Африке. Шесть лет огромный, огромный срок он выдержал в иностранном легионе, а поскольку иностранный легион это контракт, у контракта очень жесткие правила, а у нас перед глазами вольный стрелок Жан-Жене, естественно, чем он заканчивает? Он просто дезертировал. Дезертировал, тут же вздохнул свободного воздуха, вот эти все ограничения, которые на него накладывали с детства социальная опека, чужая семья, пенитациарные заведения, армейская служба, они все давали ему четкое ощущение разницы, жизнь под спудом, под ограничением и жизнь, как только ты вышел за пределы вот этого контроля, даже психологического. Поэтому первое, что он делает, в 36-м году, то есть ему 26 лет, когда он дезертирует из иностранного легиона, он бросается, ну, не назовем это кругосветным путешествием, но это первый европейский тур. Причем никакого жесткого плана нет, он как стрела пронзает Европу, в том числе восточную Европу, впервые, единственный раз влюбляется в женщину, такая девушка в богеме, Анна Блох, которая от любви он преподавал французский язык, она была чешка, при этом все его эти путешествия на несколько лет до 37-го года, то есть 36-й, 37-й год он путешествует, и он везде сидит, знаете, это вспоминая Золотого теленка, фунт всегда сидел, и при Александре Первом освободителе, и так, и дальше по цитате, вот он сидел и в Палермо, и в Будапеште, и по списку все города Центральной и Восточной Европе, и как я говорил, причины вольности нравов, не заплатил за билет, украл шкатулку, украл часы, и так далее, в общем, чувствовал себя абсолютно вольным, в Вене сидел, в Бурно сидел, и в Бурно, собственно, вот он познакомился, Бурно, это такой современный научный центр в Чехии, такой средневековый город, там есть, как во всех чешских, даже маленьких городах, готический собор, вот, и после этой любви через Германию, из Богемии, через Германию он возвращается в Париж, любовь, на самом деле, недолгая была с Анной Блохой и преподавал французский, он два месяца и все, то есть, в биографию вошло, запомнилось, два месяца, далеко во французском она не ушла под влиянием Жанна Жене, думается, и в 37-м году попадает уже опять во французскую тюрьму на длительные сроки, и становится писателем. В 41-м году издает за свой счет написанную в тюрьме поэму «Приговоренный смертник». Тираж, поэтическое произведение не в метафорическом смысле, а в реальном, поэма. Тираж 124 экземпляра. И, собственно говоря, вот сразу после публикации этой поэмы, как вы понимаете, 124 человека, которые, предположим, купили эту поэму и прочитали, они не могли создать культ Жанна Жене. Но, как ни странно, культ Жанна Жене создался. Больше его произведения никогда за его счет уже не издавались. Они уже издавались издательствами. Он уже нужен как литератор. Да, тиражи первых книг были небольшие. 350 экземпляров, 500, 550 экземпляров. Но, тем не менее, это были уже тиражи, которые издавали издательство. Причем, первый тираж «Чудо о розе», его романа, несмотря на то, что был подписан контракт с издательством, это был его первый издательский контракт, вот во время Второй мировой войны подписан контракт на издание романа «Жене чудо о розе», где мы много узнаем о особенностях католических лицеев. А надо сказать, что гомосексуалом «Жене» стал в 15 лет в одной из этих институций, он лежал в изоляторе, ему там было тоскливо, он чем-то болел, он не помнит, чем, и ему каждый день медсестра, которая была одновременной монашкой, поскольку католическая институция, передавал конфетку и говорил «Это от одного мальчика». И когда он выздоровел, он пошел посмотреть, что это за мальчик, и увидел мальчика необычной красоты, в которого сразу влюбился. А мальчику было ну на полтора года больше, там он был 16-17 лет, жене было 14-15 лет. Вот такая трогательная история, почти пасторальная. А где этот один мальчик, который передавал мне конфетки? И судьба меняется, становишься гомосексуалом. А хотел всего лишь узнать, откуда конфетка пришла. Ну вот. Вообще ирония по отношению к гомосексуальной эстетике, если вы не гомосексуал, она, как ни странно, включается как защитная реакция. Но на самом деле, несмотря на то, что носители и создатели этой эстетики тоже обладают иронией, например, тот Хейнс, который, собственно, один из главных продолжателей дела жены, он очень смешно шутит всегда. Он сам довольно сухой и мрачный человек, но если уж пошутит, то смешно. То есть чувство ироническое развито. Но вот эту эстетику в том виде, как она создалась, ироничной никак не назовешь. Она очень драматичная, она очень режет по-живому, поэтому ни в произведениях жены, ни в произведениях его последователей в литературе и в кино, вот этой иронии вы не найдете и даже не найдете горькой. Очень много горького найдете, а иронии нет, не будет. Будут парадоксы горькие все время. Вот. Он попадает, да, надо сказать, что Жене, поскольку он настоящий болотарь, то есть он знает всю эту жизнь через пенитационную систему Европы и прежде всего Франции изнутри очень хорошо, он прошел все главные французские тюрьмы, которые ну в литературе тоже известны, да, Фесне, Санте и так далее. Все эти тюрьмы до сих пор вы увидите во французском кинематографе, они стоят на том же месте, где они стояли, когда там сидел Жене. И вот литератором он становится в этих больших французских тюрьмах. А до этого, до тюрьмы он попадал даже одно время на два года в исправительный лагерь для несовершеннолетних. То есть до тюрьмы, до первой тюрьмы был еще более мягкий вот такой вот такая пенитационная институция. Значит, первый издательский контракт подписан 1 мая 43-го года на роман «Чудо о Розе», но уже до этого стало понятно, что Жене Калт, культовый писатель, потому что его дебютный роман «Богоматерь цветов», автобиографический роман, рассказывающий все его первые воровские опыты и тюремные посиделки, отсиделки, он издается тиражом 350 экземпляров без согласия автора. Это типичное, это не совсем пиратство, это в общем знак определенной культовости, потому что Жене между своими отсидками выходил на свободу во Франции, в Париже, общался, поскольку он был уже литератор и ощущал себя литератором и стал литератором осознанно, читая в тюрьме Пруста, я потом зачитаю вам цитату из Богоматери Цветов, которая является авторским подтверждением того, как Пруст родил в тюрьме жены литератора. Так вот, он общался с литераторами и театральными деятелями, тусовка была плотная, особенно в оккупированном Париже, и общался он не с последними фигурами, а как-то в его друзьях очень сразу между отсидками оказались Жан-Кокто и Жан-Поль Сартер. То есть с такими друзьями свой культовый статус можно было в течение двух недель в Париже создать на раз, что и произошло с Жене, потому что он был талантлив, он давал читать свои произведения сразу после написания в ротонде Сартру, и Сартер мог сразу сделать вывод, какого уровня талант у Жене, и тут же всем рассказать. А мнение Сартера было законом для окружающих. Поэтому Жене уже опять сидит, а богоматерь цветов без желания автора тиражом 350 экземпляров уже печатается для продажи заинтересованным читателям. Вот так родился культовый писатель. Ну, очередная отсидка приводит к тому, что галантные празднества Верлена утащил, прижизненный раритетный экземпляр, и его приговаривают от загадочной пенитациарной системы Франции к пожизненному изгнанию. Практически очень важный ключ к пониманию личности и творческих особенностей жены, потому что изгнание или ссылка или астрокизм очень сильно развито было где и родилось где в античные времена в Древней Греции. И, собственно, античная эстетика имеет непосредственное отношение как ключ к пониманию того, что сделал жены в искусстве и что делает и продолжает делать гомоэротическая эстетика в искусстве, потому что она, естественно, наследует античной эстетике. Вся гомоэротика, эстетизированная родилась в Древней Греции и Риме. И жены прямой наследник. Он мостик перебросил своим талантом сразу туда, в античность. Мы можем найти я уже сказал, что, конечно, источник его вдохновения смысловой или его можно считать даже, предположим, он не читал Достоевского последователем экзистенционализма Достоевского, а до Достоевского был еще и во время Достоевского был Киркегор, его уже переводили, и можно найти элементы экспрессионистской эстетики обязательно, немецкого экспрессионизма и вообще европейского экспрессионизма в эстетике Жене, и в кинематографической, и в литературной. И, естественно, можно найти следы и влияние немецкого романтизма, то есть конца XVIII века, но все это может найти хороший исследователь, специалист, а если так вот вы хотите это почувствовать, связь с какой-то традицией, вы ее почувствуете именно как мост переброшенный в античность. Представляете, вот с таким вот размахом на тысячелетия не так много авторов, вряд ли вы можете сказать, что вот этот какой-то конкретный автор наследует Еврипиду, а вот про Жене вот это можно сказать, понимаете, удивительно, по-своему. Значит, он приговаривается к астракизму, то есть к пожизненной ссылке из Франции. Фантастика. И что случается? Случается первая такая шумная скандальная кампания в пользу таланта. Как то и Сартер устраивают бучу, собирают письма, подписи, кричат во всех газетах и ссылка отменяется. Срок Жене, говоря на блатном языке, скостили. Вот все эти особенности и повороты судьбы хотят для многих героев, культурных героев XX века, потому что это сумасшедший век, век волкодав, они вроде бы не то, что типичны, но есть такие фантастические судьбы в XX веке, совершенно невозможные. Но тем не менее, если мы составим такую двадцатку сумасшедших судеб XX века, то одной из таких сумасшедших судеб будет уникальная судьба Жена Жены. Это важно понимать, потому что это элемент его авторского тела, потому что везде автобиографические мотивы, и везде у этих автобиографических мотивов такой сложный, парадоксальный иероглиф, которым не каждый литератор даже может похвастаться. Поэтому когда Жиль Сибан пишет рассказ, не знаю уж автобиографический или нет, о себе и своем любовнике, там все от первого лица, он как бы заряжается прямо в тексте, привлекая реальные биографические мотивы Жены. То есть имея такую основу, как биография Жены, ты укрепляешь свой дух и свою литературу и вот этим до сих пор авторы пользуются. Напомню, это книжка 2010 года. Соответственно, я сказал, что писать всерьез романы и пьесы новые Жены прекратил в 61-м году, а начал первый роман в 41-м году. То есть, собственно говоря, расцвет литературного таланта Жены приходится на 20-летие. Вторая мировая война и самое вольное десятилетие после нее. Дальше Жены занимается в большей степени общественно-политической деятельностью и постройкой себя, трансформацией себя, своей экзистенцией. Но что он успевает сделать между тем, как он становится известным романистом, которого издает Галимар, то есть, самое крутое интеллектуальное издательство Франции, которое познакомило Францию с ее культурой, включая маргинальных каких-то элементов, и познакомило мир с культурой Франции. Так вот, помимо этого, уже к концу сороковых, начало пятидесятых, в том числе потому, что он знаком с Кокто, а Кокто это видный кино- и театральный деятель. Жене бросается в драматургию и пишет пьесы, и, несмотря на то, что он написал всего четыре или пять пьес, он до сих пор считается классиком драматургии абсурда. Все его пьесы написаны в начале пятидесятых и ставятся стали в середине, и продолжают ставиться в середине пятидесятых, в начале шестидесятых годов. Надо сказать, что он дошел и до Советского Союза еще, поскольку у нас его стал ставить львовский резидент Роман Виктюк в конце восьмидесятых, он взял служанок, и так случилось, что я был на этих служанках, и от парадокса второй советской оттепели и перестройки служанки я смотрел в Кремлевском дворце съездов. Такая антреприза веселая, радикальная, абсурдистская, гомоэротическая пьеса, где все женские роли играют мужчины, как в китайском, японском или античном театре, и это на сцене Кремлевского дворца съездов. Очень хорошо. Парадоксы, которые сейчас уже повторить невозможно. Это был один из театральных хитов перестроечных и постперестроечных, и, собственно, с этого и началось движение Жене. То есть Жене пришел к массовому почитателю, скажем так, через драматургию. Поэтому, когда мы говорим о Жене-драматурге, так это то, через что он стал известен, потому что, я говорю, первые официальные издания, вот, издательство «Текст», это 97-й год. То есть уже глубоко лихие 90-е проникли в нашу душу и только начали всерьез печатать Жены. Значит, сороковые тюремные, а у него, я сказал, у него был и срок на 7 лет, они вылились написанием романа, который вывел его в культ, в калт, уже во всемирном смысле. Это роман Кирель из Бреста. У нас, если вы возьмете например, вот эту книжечку 97-го года, Жан-Жене, дневник вора и откройте аннотацию, там знаете, что будет написано? Очень весело там будет написано. Известен пьесами «Балкон» 56-й год, «Негры» 58-й год, романами «Ссора в Бресте». Так вот, «Ссора в Бресте» это роман Кирель из Бреста. Кирель это ссора, схватка, но тот человек, кто переводил и переписал эту аннотацию, видимо, никогда не читал этот роман, поскольку с первой страницы вы понимаете, что речь не о ссоре в Бресте, а о человеке по имени Кирель. Морячке с пумпончиком, как принято во французском флоте. Это, по-моему, самые веселые военно-морские шапочки, которые существуют в мире. То есть гуморитическая эстетика знаменита американских моряков шапочками такими, знаете ли. Но Кирель он в такой шапочке не ходил. Он ходил в шапочке с пумпончиком. Вот. В 47-м году он пишет этот роман и, собственно говоря, когда через этот роман он приходит в переводы на другие языки. Да, потом переведены были на английский и другие произведения Жене, но Кирель это тот роман, который его выводит на всемирный уровень. Роман радикальный. Роман, несмотря на то, что мастерство Жене таково, что я бы не выносил этот роман как главный роман. Жене, он блестящ в каждом своем небольшом романе. Но этот роман, если вы хотите понять, что же это за такой автор и не читать все его произведения, особенно драматургию, от которой многих отталкивает просто само слово драматургия. Знаете, по-корейски это звучит «тырама-рыль». «тырама-рыль» и причем «тырама-рыль» в корейском языке обозначает еще и сериал, что удивительным образом как-то сводит. Так вот, вся суть эстетики Жене отражена в его романе 1947 года «Кирелис Бреста». Во-первых, это радикальный, неприкрытый, обнаженный гомоэротизм с мостиком в античность. Во-вторых, его парадоксальная метафоричность при всей открытости сюжетной, гомоэротической, там есть очень мощный метафорический слой, привязанный к человеческой психологии. И в связи с этим я хочу сказать, что вот я читал лекцию про некрореализм, и мне показалось важным всю лекцию построить на цитатах. Потому что цитаты некрореализма, они более выразительны, чем какие-то ни было слова, которыми можно заполнить паузы между этими цитатами. Так вот, «Жене» его можно с любого места начинать читать, и это все будут цитаты, без которых тяжело обойтись. Но поскольку читать, чтение «Жене» это немножко другой жанр, у меня все-таки лекция, я всего лишь хочу привести две цитаты, чтобы стал этот минимализм как бы поможет почувствовать, что такое «Жене», и дальше перебросить мостик к его кинематографу, о котором я, собственно, и хочу говорить. «Жене» говорил, что то, что он хочет передать, ну, он говорил читателю, но мы имеем в виду его кинематограф, он хотел передать ужас одиночества среди живых людей. То есть, вот настолько выразительная экзистенциальная цитата, которая сразу бросает и в записки из-под поля и к Киркегору, то сразу становится понятно, о чем писал «Жене». Надо сказать, что «Жене» это предмет интеллектуальных рефлексий самого высокого уровня. Когда я говорю, что есть книга Альбера Диши или книга Сартра или книга Эдмонта Уайта биографическая, которые являются не только биографией, но и критической биографией, то есть, интеллектуальными раскопками. Надо сказать, что в 74-м году издана книга, которая у нас не переведена, она называется «Похоронный звон», и она вся посвящена рефлексиям на творчество Жене, и написана она крупнейшим философом французским 20-го века Жаком Доридой. Причем Жак Дорида к 74-му году пришел, пройдя большой путь, потому что он начинал с радикальной критики уничтожающей Жене. То есть, если мы будем копать его тексты о Жене, написанные до 74-го года, это будет просто полное неприятие Жене, даже ненависть, я бы сказал. Потом он осуществил философский пересмотр творчества Жене и написал вот эту книгу, которая выводит Жене на высокий такой уровень рефлексии. Но на русском языке этого нет. Но зато есть еще более радикального автора текста Жене, Жоржа Батая. В его книге «Литература и зло» это одна из первых книг Батая. Ну, Батай, он даже дальше по радикализму ушел, чем Маркиз де Сад плюс Жан Жене вместе взятые. Даже с учетом того, что Жан Жене по мнению французов это Маркиз де Сад XX века, то есть Жорж Батая это такой Маркиз де Сад в третьей степени. Вот он ушел настолько далеко, что он является отдельным явлением во французской культуре. Но он был открыт и в том числе написал книжку о литературе. Она у нас издана под названием «Литература и зло» из какого-то количества главок посвящена Жене в контексте вот этого понимания литературы и зло. И зачем я об этом сказал? Я сказал за тем, чтобы напомнить о той цитате, которую я привел. Цитата про ужас одиночества среди живых людей. Слово ужас, хоррор, имеет принципиальное отношение к творчеству Жене. Не потому, что он писал какие-то ужасы, описывал. Нет. Ужас имеет отношение к нему с другой стороны. Он имеет отношение потому, что он связывал мужчин и гомоэротику с преступлениями. То есть мужской мир, мир свободного мужчины это мир преступлений. То есть череда действий мужчины это череда преступлений. Так он видел себе экзистенцию, нормальную экзистенцию. Второе. Он вообще интересовался темной стороной Луны. Он интересовался, ну если не как Батай это припечатать как зло, он интересовался чем-то связанным с сумраком, с тьмой. И поэтому вторая цитата из Жене и больше цитат Жене, ну может быть еще будут цитаты из Богоматери цветов про то, как его Пруст переродил. Удивительное влияние Пруста. Значит, человек должен долго мечтать, чтобы добиться величия. А мечты порождения тьмы. Жене. Вот подумайте. Вот так приблизительно разговаривали люди в диалогах, в сократических диалогах у Платона. Вот они ходили по роще оливковой, и вот могли вот что-то такое сказать. И после этого вся мировая философия на всех языках рефлексировала три строчки из Платона, якобы принадлежащие Сократу. Вот прямой мостик в античность даже на уровне построения конструкции смыслов. Понимаете? Человек должен долго мечтать, чтобы добиться величия, а мечты порождения тьмы. Мечты, величия и тьма. Вот такая формула. Чистый воды иероглиф, который родился в Жене спонтанно. Как вы понимаете, хорошего образования в тюрьме он не получил, хотя именно в тюрьме стал читать Пруста и получил хорошее чувство стиля. Значит, Жене романист, Жене поэт, я сказал о его поэме, а он писал стихи, их читали как Той Сартер, Жене драматург, Жене эссеист и философ, Жене мемуарист, хотя основная его мемуарная книга, которая не роман, а именно мемуарная книга издана уже после его смерти в 1986 году. А автобиографические мотивы есть во всех его произведениях, даже в абсурдистских пьесах. И Жене кинематографист. Это, собственно, то, чему я хотел посвятить свою лекцию. Да, у Жене есть еще одна ипостась. Как я сказал, он занимался социально-политической деятельностью, он не мог избежать влияния всего, что происходило после Второй мировой войны с Европой и миром. Он ездил поддерживать черных пантер, провел несколько месяцев на судебном процессе против них, ходил на антироссийские митинги, есть фотографии, в которых он сидит в кругу каких-то детей цветов и выглядит по-своему, потому что он такой брутальный в кожаной куртке, а вокруг какие-то люди в расклешенных брюках, в цветочках, с венками, с распущенными волосами, не вписывается. Тем не менее, вписался, довел свои поездки до Соединенных Штатов, до того, что ему был запрещен въезд в Соединенные Штаты. Он написал несколько сборников, то есть несколько очень важных политических текстов, то есть буквально как Фуко, причем печатались они совершенно в разных изданиях. Например, французская революция студенческая 1968 года не осталась незамеченным, он активно принимал в ней участие. 30 мая 1968 года в Нувель Обсерватор он пишет статью знаменитую «Любовница Ленина». Она посвящена Даниэлю Конбенедикту, то есть одному из лидеров французской студенческой революции. В 1977 году Монт печатает его текст «77 год. Расцвет красного террора». Он печатает статью, которая вызывает очень большой скандал о красных бригадах. То есть да, а первые свои тексты политические он написал еще в сразу после освобождения Франции, потому что 19 августа 1944 года погиб его первый любовник из известных нам любовников Жан де Карнен, его первый издатель, собственно говоря, который его привел к официальной к сотрудничеству с официальным издательством. Жан де Карнен погиб, будучи бойцом сопротивления. Он погиб в боях за Париж в августе 1944 года. И первый сборник политических текстов, посвященный другу, был написан жене под влиянием его гибели. Больше того, он и торжество похорон, который известен нам как роман, торжество похорон, это тоже на мотив взаимоотношения с де Карненом и его гибели. А началось это все еще в конце 40-х как пьеса на гибель своего любовника. Сейчас я посмотрю какой-то год. В 1953 году вышел роман, а до этого была пьеса с почти аналогичным названием. Она так и посвящается Жаку Теккернену. Так вот, политический публицист, политический деятель и левацкий деятель, которого, тем не менее, боял Советский Союз, потому что вот эта мемуарная книга, она вся утоплена в его поддержку освобождения Палестины, Палестинской революции. Он не был антисемитом, хотя есть, скажем так, следы антисемитизма в его текстах, потому что, вы знаете, был такой леонский мясник. Это глава гестапо Леона во время во время оккупации Клаус Барбье. И в какой-то момент Франция дошла до суда над Клаусом Барбье. А есть фильм об этом, кстати, очень интересный фильм о Клаусе Барбье. И так случилось, что Клаус Барбье защищал адвокат Жак Вержес. А Жак Вержес был близким другом, я не знаю любовных отношений, но был близким другом Жене. И Жене выступал в прессе в поддержку Жака Вержеса, потому что на Жака Вержеса, который защищал Леонского Мясника, набросилась вся либеральная пресса Франции, и Жене, тем не менее, посчитал необходимым защищать Вержеса. И вот там в неком тексте в поддержку Вержеса находят антисемитские высказывания, но если внимательно мы присмотримся, эти высказывания антисионистские. Он был не антисемит, у него было, я же сказал, он дружил с Алином Гинсбергом из Кокто и с Жаном Море, любовником Кокто. Он не был антисемитом, но он был антисионистом, он был против государства Израиля, он поддерживал Палестинскую революцию, он и в начале 70-х много месяцев провел в Ливане и в Иордании, и так случилось, что он в день, когда произошла ужасная резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила, в этот день он оказался там, четыре часа там находился и видел, какой кошмар устроили христианские израильские фалангисты. Вы знаете, что израильская армия в этих лагерях палестинских беженцев, она, прежде чем их захватить, пускала туда христианских израильтян христиан, христианских фалангистов. И христианские фалангисты из соображений каких хотите, религиозных, вырезала палестинцев буквально самым жестоким способом. Это одно из самых страшных преступлений XX века, резня в лагерях Сабра и Шатила. И он это видел своими глазами. Поэтому вот эта книга «Влюбленный пленник», она посвящена вся Палестинья. Это мемуарная книга, эсэистика мемуарная, очень интересная книга, очень хорошо переведена удивительным образом, потому что, судя по всему, довольно быстро переводилась. И там все это подробно зафиксировано. Теперь кинематограф. Жене пришел в кинематограф в 1950-м году. То есть в 40 лет. В 40 лет он снимает как режиссер и как сценарист свою первую картину, которая называется «Песнь любви». Это черно-белая звуковая картина, короткометражная, 26 минут она идет. Это картина, которая показывалась во Франции, во французской синематеке в 50-е годы. То есть, она не была во Франции под запретом. И, как я сказал, уже в 2000-е годы ее издал Британский киноинститут отдельным изданием. это визуальная поэма. Не зря она называется «Песнь». Это стихотворение визуальное. Это гомоэротическое стихотворение, абсолютно радикальное. Смотреть его можно только подготовленному человеку, потому что это фильм, который проходит в категории порнография. Гомоэротическая порнография. Сюжет очень простой. Два пленника в тюрьме в соседних камерах и надсмотрщик. Пленники разными способами пытаются вступить в контакт. Как они это могут сделать? Через дырочки в стене. Например, один из них дырочку прочищает гвоздиком, вставляет туда соломинку из матраса и выдувает туда дым сигареты, которую он курит. этот дым попадает в комнату, где сидит другой пленник. И дым навевает романтические мечты этому другому пленнику. И он начинает мастурбировать. А при этом фантазии того пленника, который выдувает дым, и того более радикальные. Но они не замечают, что в это время за ними в глазок наблюдает охранник, который тоже очень сильно возбуждается и тоже начинает предпринимать какие-то эротические действия со своим половым членом. И в какой-то момент, поскольку у тех-то есть какой-то контакт между собой, они могут друг другу дым выдувать. А у этого контакта нет, железная дверь. Он входит и жестоко избивает ремнем в качестве контакта одного из этих пленников. При этом там есть и экранизация воображаемой, ну, того, что в воображении каждого из пленников. Например, в воображении пленников они через решетку как-то дарят друг другу букетики цветов. Очень трогательные букетики, сделанные из искусственных цветов. У фильма был прекрасный композитор, и там есть замечательная музыка арабская, то есть вообще авторское тело Жене присутствует по полной программе. Вот вся его любовь к арабскому востоку там уже по просьбе автора присутствует. Это такой психоделический фильм. Там есть очень смешной эпизод с третьим пленником, который никак не участвует в этом взаимодействии с тремя другими героями. Это темнокожий пленник. Он тоже взаимодействует со своим органом, но демонстрирует под музыку нам очень веселый эротический танец. Эта сцена смешная, но поверьте мне, как я сказал в гомоэротической эстетике, ирония это что-то такое ошибочное, если вы ее там видите. Поэтому если вы будете на этой сцене смеяться, она очень смешная. Это не потому, что так хотела жена. Для жены это была возвышенная сцена, а для зрителя это был шок. Больше об этом фильме там видно, насколько жена, которая впервые приходит в кинематограф как режиссер, владеет киноязыком. Там отличный монтаж, там радикальное использование разными способами крупных планов, там визуализация потоков сознания, что тоже очень важно для кинематографа. Потому что задача кинематографа зафиксировать не реальность, а нереальное, что гораздо более сложная задача, происходящее в воображении, в сознании. Ну, это 50-й год, а надо сказать, что вся вот эта вот история гомоэротики в мировой культуре, да, она имеет в основе античные корни. И потом были темные времена, темные века, средние века, и эти античные корни прорастают в эпоху Возрождения. В Возрождении, как ни странно, нравы были вольные, но более жесткие, чем в античности. В античности, вы знаете, гимнасиум любой, то есть место, где занимаются мальчики, прежде всего, да, никаких девочек в гимнасиях не занималось. Так вот, в гимнасиях, где занимались мальчики, у них были их патроны, преподаватели, учителя. И этими учителями были не только те учителя, которые работали за плату в гимнасиумах, но и богатые господа, которые хотели поделиться своей мудростью с мальчиками. И для античной культуры было нормально, что у каждого мальчика был свой патрон, который занимался с ним сексом. Это официально зафиксировано и в текстах, и в правилах, и на амфорах. Вы можете это легко увидеть даже в Пушкинском музее, если внимательно посмотрите, что на краснофигурной керамике и чернофигурной керамике изображено. Там про гимнасиумы очень много подробностей интересных. Так вот, то есть гомосексуализм и то, что Владимир Владимирович Путин, избранный президентом этой страны, путает и называет педофилией, как ни странно, он попадает пальцем в небо, он на уровне античной культуры, эти понятия совмещались. Совмещались прямо на уровне образования мальчиков. То есть в чем-то он прав бывает. Значит, поэтому, чтобы такие вольности, таких открытых акций, как образование мальчиков в такой форме, в эпоху Возрождения, естественно, быть не могло. Это была уже христианская культура, у которой были свои правила. Естественно, все крупнейшие деятели итальянского Возрождения, которых мы знаем, Рафаэль Санти или Леонардо да Винчи, были гомосексуалисты, и всех их любовников мы знаем, поскольку этих любовников они запечатлели на своих произведениях многократно в роли мужчин, женщин, в роли Джоконды, известно, кто изображен, и так по списку. Джоконда, как известно, тоже мужчина, точнее, юноша прекрасный. Так вот, насколько я понимаю, его же мы можем видеть и на фреске «Тайная вечеря». Не буду вам говорить, кто запечатлен в роли этого возлюбленного. На русском языке есть прекрасная книга Росса Кинга, рассказывающая все детали о «Тайной вечере», и вы можете об этом подробно прочитать. Значит, как античность прятала это? Ну, помимо того, что в своем частном доме во Флоренции ты можешь делать все, что хочешь, они всю свою живописную и скульптурную тематику вуалировали. Они брали античные сюжеты, которые, поскольку это классические сюжеты, любой античный сюжет, это классический сюжет, он позволяет прикрывать гомоэротическую историю. Все эти сюжеты известны, там, Александр Македонский, Гефестион, Юпитер, Ганимед, Адриан, Антиной, и под этими сюжетами весь их интерес драматургический, психологический, эстетический, гомоэротической эстетики во всех смыслах реализовывался. Соответственно, потом наступили времена, когда в искусстве это педалировалось не так открыто. То есть, все время по нисходящей происходила эстетизация гомоэротическая. И вот мы приходим к 20 веку. В 20 веке она наиболее радикально проявилась в кинематографе. В кинематографе потому, что он нагляден. Это визуальность неотменимая модальность зримого. Но 50-й год это вовсе не начало гомоэротической эстетики в кинематографе. А почему это важно? Почему гомоэротическая эстетика это та авторская стратегия, которая нам открывает некоторые новые смыслы? Почему я занимаюсь поиском авторских стратегий? Потому что авторские стратегии дают ключи, инструменты для открытия неких новых дополнительных смыслов, в том числе к уже исследованному, уже вроде бы понятному материалу. Они придают новые абертона звучанию разных тем. Так вот, эти новые абертона в кинематографе стали появляться гораздо раньше. гомосексуальная порнуха появилась еще в десятые годы. Вы можете найти фильм, так случилось, что я его выпускал на видео в России. Он называется «Старые грязные денечки». Это дословное название. «Old Naughty Days». И это сборник порнографии, ранней порнографии немого периода кино. От анимации до гомоэротической порнографии. Это очень интересно. Особенно мультфильм, который там есть. Это просто такой фантазии у современных аниматоров просто нету, к сожалению. Такого уровня свободы уже нету в кинематографе. Посмотрите, хорошая картина, и там есть гомосексуальные фильмы небольшие, и они сразу апеллируют к эстетике монахов. Там гомосексуализмом занимаются монахи католические. То есть сразу впрямую отсылают туда, где консервировалась вся эта античная тематика мальчиков и их патронов. Вот в одной из таких институций воспитывался Жене, а другую такую институцию мы можем посмотреть в фильме «Ноль за поведение» Жанна Вего. Она там прекрасно визуализирована со всеми физиологическими деталями. Но несмотря на то, что европейская киноиндустрия производила гомосексуальную порнографию в начале века, эстетизированная гомоэротика возникла уже позже, в 20-е и 30-е годы, ближе к Второй мировой войне. И она появилась в Соединенных Штатах Америки и проходила она как кинематограф андеграунд или кинематограф трансгрессии. А кинематограф трансгрессии это кинематограф темных тем. Как Жене пишет, да, о мечте порождения тьмы. То есть самое непосредственное отношение к Жене это имеет. И, конечно, это Джек Смит, это Кенет Энгер, это Сонберт, Грегори Маркопулос, это те люди, кто были пионерами гомоэротической эстетики. И их фильмы вы можете видеть, лекция по Энгеру у меня будет, потому что этот человек это легенда, этот человек жив до сих пор в бодром здравии, ему под сто. И он в кинематографе оставил очень много следов и очень много влияний. И о нем есть приличное количество литературы. То есть такого влияния в гомоэротической эстетике, как у Кенета Энгера и у Жана Жене нет ни у кого. Вот если мы анализируем эту эстетику как авторскую стратегию XX века, два монстра, два бога этой эстетики, положившие базовые камни, это Кенет Энгер и Жан Жене. Причем эту эстетику они заложили не только как драматургическую конструкцию, как набор тем и действий, но и как визуальную конструкцию, то есть то, как одеваются геи XX века, чтобы продемонстрировать свое гейство в тех местах, где это можно, это придумано в фильмах Энгера и в литературе и кинематографе Жана Жены. Ну, вы знаете, эти жилетки с обрезанными рукавами кожаные, фуражки кожаные, моряцкие шапочки, штаны с выделяющимися гениталиями, расклешенные. Вот это все оттуда пришло. То есть это родилось из тьмы мечтаний Кеннета Энгера и Жана Жены. Кертис Херрингтон еще. Это те, кто начинали раньше и продолжали. В 60-х они это продолжали. Но Жены подключился почти к самым первым создателям этой эстетики в 50-м году. В 70-е годы эта эстетика достигла, поскольку развивался новый Голливуд, а параллельно с новым Голливудом развивалось независимое американское кино. Одним из важных направлений независимого американского кино стало направление, которое называется New Queer Cinema. Соответственно, если я вам перечислю фамилии режиссеров этого направления, а это направление родилось в Америке, но находилось в диалоге, в том числе и с европейской культурой, поэтому вы увидите и услышите там имена и европейские. Дерек Джармен, как один из основных европейских деятелей вот этой эстетики, Грэг Араки, Брюс Ля Брюс, которого я сюда привозил 10 лет назад, он был членом жюри и давал свой мастер-класс, Гас Вансент, Том Келлен, Кристофер Мюнх, Тодд Хейнс, Джон Кэмерон Митчелл, Себастьян Лелио из самых молодых, чилийский, чилийско-американский режиссер. Ну и, конечно, как продюсеры, Кристин Вишон, поскольку Вишон, он работал и Исаиком Жульеном и Стоддом Хейнсом. А если мы скачем во времени в следующий фильм, который принципиально имеет значение для кинематографа Жене, это не фильм Жене. Жене, как режиссер, засветился в двух фильмах. Второй фильм я не видел, найти его очень тяжело, это невозможно, видимо, надо где-то в синематике Франции его заказывать. Он там выступает как со-режиссер и соавтор сценария, неведомого мне человека. Второй фильм называется, второй фильм уже начала 70-х годов, он называется «Сначала был вор». Вообще, слово вор и в текстах, и в названиях у Жене часто является очень важным. Так вот, «Сначала был вор» я не видел. Но Жене проявляется вот следующим своим шагом в последнем фильме великого немецкого режиссера Райнера Вернера Фассбиндера. Так сложилось, что Фассбиндер последний свой фильм снял, а он часто экранизировал произведения очень крупных, интересных персонально ему, совершенно не главных, а вот именно интересных персонально ему авторов. И это не только Дёблин, Берлин, Александр Плац или Фонтане, Фонтане, фибрист, и не только Набоков, отчаяние Набокова с Хэмфри Богартом, одним из главных гей-икон британского и европейского кинематографа. Но вот он выбрал роман Жена Жене «Кирель». И так случилось, что на монтаже этого фильма Фассбиндер умер, это стало его последней картиной. Картина как премьера состоялась в конкурсе Венецианского фестиваля 1982 года уже после смерти Фассбиндера. Фильм предельно радикален. Кстати, чтобы вы понимали, насколько до сих пор не прочитана вся эстетика вообще эта. Если вы возьмете одного из наших крупнейших критиков, которые занимаются аннотациями фильмов, моего мастера в Афгике Сергея Валентиновича Кудрявцева, у которого есть сборники 500, плюс 500 и последние 500, потом 3 500, это 3500 аннотаций на фильм. Вы найдете там аннотацию в том числе и на Фассбиндера, и в частности на фильм «Кирель». И кроме раздражения Сергея Валентиновича на вот эту эстетику гомоэротическую, которую очень радикально в своем фильме представил Фассбиндер, ничего там нет. То есть он вроде бы подмечает все эстетические элементы, работа со светом, драматургические особенности, но сама аннотация вот такая, уберите от меня этот фильм. И вообще общая реакция, не только российская, вообще на эту гомоэротическую эстетику, это не мое, это ниша. И действительно в конце 70-х, когда эта эстетика стала формироваться, она как массовая эстетика формировалась, как нишевая, и в первых видеосалонах в первых салонах хоум-видео, если вы придете за занавеской, вы найдете не только порно, но отдельная ниша гей. И в этих, на этих полках гей лежали вовсе не какие-то гейские порно-фильмы, а вся эстетическая, творческая продукция в эстетике вот этой гомоэротической, удивительным образом. Жанна жены там не было. Как вы знаете, он сказал, что мой фильм лучше не показывать никому, не пугать народ. Ну, так вот, значит, вторая картина, которая продолжает эту гомоэротическую линию, которая наследие свое берет напрямую в античном искусстве, это картина Кирель. Причем называется она Кирель из Бреста, а продюсеры, поскольку посмотрев фильм, они должны были как-то подстраховаться, они поставили в прокате второе название, типа спасительное для фильма «Договор с дьяволом», чтобы никто не сомневался, что все понимают, что это все плохо, что там происходит. Фильм снят на английском языке, он удивительно вобрал в себя все возможные мотивы гомоэротические, которые были близки душе Райнера Вернера Фассбиндера. Фассбиндер, как и все гомосексуалы, как большинство гомосексуалов творческих, он был бисексуален, я всегда смеялся в музее кино, когда приходили мои сокурсники из ГИКа, а я работал в музее кино. Я им говорил, сегодня мы будем смотреть фильм, где в главных ролях жена и муж Фассбиндера, Фолькер Шпенглер и Ингрид Калин. Значит, это картина в году «13 лун». Ну, например, это не единственная картина, да. И в этом фильме он собрал эти мотивы, во-первых, используя всех своих любовников гомосексуальных в качестве актеров. Самый страшный его любовник Гюнтер Кауфман, это такой огромный негр, который во многих фильмах Фассбиндера занимается. Вот он тут в кадре надругался над Кирелем жестоко, по желанию у Киреля. Вот. Играет там Брэд Дэвис, замечательный американский актер, умерший от спида, и в 91-м году он умер. Точнее, он болел спидом, и умирать от спида он не хотел. Он активно участвовал в компании борьбы со спидом американской, поскольку сначала она была приглушенная, поскольку тогда в Великобритании в конце 80-х у власти были консерваторы Рейган Буш и Маргарет Тэтчер в Великобритании в конце 70-х, в начале 80-х. И он умер, но он, в общем, покончил жизнь самоубийством. Мы его знаем по нескольким всего фильмам, все эти фильмы выдающиеся, главная роль в полночном экспрессе у Алана Паркера, забыть картину невозможно. И вот Кирел из Бреста это Брэд Дэвис. Есть еще, вы посмотрите, он еще очень хороший. Фильмы с Брэдом Дэвисом можно все смотреть, значит, их не так много. Играет в фильме Жанна Моро. Жанна Моро не просто играет в фильме, а одну из важных роль жену владельца борделя, куда Кирель пытается продать опиум, который он провез контрабандой, пять килограммов опиума. А она поет в фильме, и она поет в фильме не просто песню, она поет в фильме песню на стихи другого известного свободного человека, сноба, эстета и гомосексуалиста Раскара Уальда, она поет песню из строчки из баллады Рэдингской тюрьмы Уальда, она поет each man kills a thing he loves, каждый убивает то, что любит. Это было близко Фассбиндеру, а помимо этого Жанна Моро снялась в 66-м году в фильме замечательного британского режиссера, о котором у меня будет лекция Тони Ричардсона, классика британского кино, который умер от спида, и он был бисексуален, и первой его женой была Ванесса Редгрейв, но на съемках фильма Мадемуазель по сценарию Жанна Жене, который никакого отношения не имеет к гомоэротической эстетике, но имеет к эстетике тьмы отношение, который интересовался, потому что основная тема Жене, литературная и кинематографическая, в общем, это отверженные, отверженные, маргиналы, это то, кем он был, то, кого он любил, то, кого он знал и о ком он писал и снимал. Он всегда говорил, что в какой-то момент я понял, что никакой человек не лучше никакого человека, никто не лучше никого, все равны, он был предельно демократичен Жене. Так вот, она снималась в фильме Тони Ричардсона Жанна Моро, на съемках фильма Тони Ричардсон влюбился в Жанну Моро, и она стала его женой потом. Но это не спасло бисексуальность Тони Ричардсона, в 80-е он все равно заболел СПИДом, и в том же 91-м году умер от СПИДа. Ванесса Редгрейв тоже не очень сильно страдала после ухода Тони Ричардсона. Она вышла замуж, она тогда же, когда он влюбился в Жанну Моро, сотрудничала с Франко Нерро и влюбилась во Франко Нерро. Она вышла замуж за Франко Нерро гораздо позже всего, в 2006 году, но у них уже с 60-х годов были совместные дети. Так вот, в фильме Кирелис Бреста играет и Франко Нерро. Все так, переплылось в этом сложном бисексуальном мире, особенно сложно переплылось в фильме Фассбиндера. Значит, фильм снят в декорациях. Ну, Фассбиндер это театральный режиссер, и эстетика театральная в его кинематографической эстетике это доминантная эстетика. Но в финале своей жизни он очень интересовался искусственным освещением, игрой света, и вот это одно из высших, ну, это видно и в Берлин, Александр Плац, который сплошняком снят в декорации на Бабельсберге, или там, где он снимал его, в Мюнхене, на Баварии фильме. Так вот, да, наверное, на Бабельсберге, он не мог снимать, это еще было ГДР, простите. Так вот, вся эта игра света и декорации искусственные очень являются доминантным элементом в фильме Кирелис Бреста. Но главное не это. Эти декорации построены предельно провокативно, потому что мы имеем всего два пространства, где происходит фильм. Это корабль, Мститель, он называется, при писке Марсель, и бордель на берегу в Бресте. А берег Бреста сделан как старая средневековая крепость, а эта крепость вся состоит из фаллосов, огромных фаллосов с тестикулами. Вот такая тестикулярная крепость встречает юного, совсем юного, моряка, ну, Брэд Дэвис не такой юный, он вообще культурист по виду, как принято в гомосексуальной эротике, во всяком случае американской. И он прибывает вот в этот город, который весь состоит из фаллических символов и идет в бар Фелис, где работает на ноги Унтер Кауфман и его жена Лизиана. А все те, кто хотят, то есть возраст, как принято в театре, возраст для Фазбиндера не имеет значения. Все герои значительно старше возраста тех, кого они играют. То есть там весь сюжет в романе Жене разыгрывается среди юных созданий, юных моряков, юных жен владельцев баров, но тут все далеко за 50 понимаете, играют. То есть вот эта театральная эстетика должна создавать у нас эффект остранения. Мы должны воспринимать вот эту механику драмы, а не психологическое сопереживание испытывать вот к этим героям. Поэтому Жанна Моро ой, не молода, она умерла в 2017 году тоже за 90 уже, но и в 81 году ей было уже приличное количество лет, она играет Лизиану, и поскольку она фантастической красоты, во всяком случае в это верил режиссер Тони Ричардсон на предыдущем фильме, «Вадмуазель», все в нее влюбляются. И чтобы как-то регулировать все влюбленности, буквально каждый входящий в бар влюбляется в Лизиану. Чтобы регулировать как-то влюбленности, ее муж обрест вольный портовый город. Вообще вольные города и вольные места на земле интересовали жене, поэтому Ноно, владелец бара и муж Лизианы, он придумывает такое правило, такой фильтр. С ним надо, если ты хочешь переспать с Лизианой, это не проблема, но ты должен сыграть в кости с Ноно, и если ты выиграешь у Ноно, ты спишь с Лизианой, с Жанной Моро по Фазбиндеру, а если ты проигрываешь, то тебя имеет Ноно. И Кирель, он специально проигрывает, потому что Гюнтер Кауфман это тот персонаж, который привлекает юного Киреля, он хочет, чтобы тот его поимел. И потом весь кубрик, где спят моряки, смеется над кровавыми трусами Киреля. То есть, вот я говорю, насколько жестока гомосексуальная эстетика. И эстетизируется все, включая кровавые трусы. Поэтому психический барьер тех, кто смотрит фильмы с этой конструкцией, довольно сложной, античной в основе своей, он сразу говорит, ой-ой-ой, это что-то не для нас, это как бы для нишевого зрителя. На самом деле нет. На самом деле Жене вывел драматургию на уровень античной трагедии. Порог Киреля, он врожденный. Кирель это юность преступления, это мужчина, преступление и кровь. Вот это триада, которая интересует и Фассбиндера. У Фассбиндера доминантные элементы авторского дискурса, которые ведут зрителя. Это не только конструкция, которую он как драму сам переписал из романа Жене, но это, во-первых, цитаты, как ему кажется, релевантные, как вы думаете, откуда цитаты из античности, из эпохи Возрождения и из Жене. И закадровый авторский текст. И закадровый авторский текст начинается с триады мужчина, преступления, кровь. Кирель порочен, он хочет своих возлюбленных, но он хочет или их поиметь, или им отдаться, и в порыве страсти он их убивает. Кирель герой, который сопереживание психологического вызывать не может. Но некая драматургическая конструкция, некая метафора формулы жизни, которую авторскую выстраивает Жене, она дает нам какое-то новое ощущение, так пафосно скажу, смысла жизни. Собственно, ради этого любая авторская эстетика и рождается в муках, чтобы создать новые обертана смыслов о главном. А главные смыслы это смыслы о том, зачем человек живет, потому что эстетику создает не природа, а человек. Природа создает и воспроизводит самое себя, а человек способен самое себя разрушать, эстетизируя. Значит, и третий важнейший фильм, а я всего хотел рассказать о четырех фильмах, потому что я говорю, три с половиной десятка фильмов имеют отношение к кинематографу Жанна Жене, но эти фильмы делятся на треть категории. Экранизации и всякий трэш, связанный с Жене, эстетика гомоэротическая, одним из авторов которой является Жене, и эстетика тьмы, с которой работал Жене, и которая не соприкасается с гомоэротической эстетикой. Так вот, в линии гомоэротической эстетики третья принципиальная картина, переломная картина для всего нью-квир синема, это картина девяносто первого года, картина Тодда Хейнса, американского независимого режиссера, это его дебют полнометражный, до этого он сделал только два коротких метра. Это картина, построенная на трех произведениях Жене, на трех его романах. Прежде всего, автобиографический роман, первый роман Жене, Богоматерь Цветов, потом Дневник Вора и Чудо Рози, который я каким-то загадочным причинам не подхватил. Вот на основе этих трех произведений очень принципиальный эстетский фильм снимает Тодд Хейнс, он, естественно, получает рейтинг NC-17 в США, и смотреть его могут только те, кому-то, я не знаю, 19+, в очень маленьком количестве кинотеатров, но картина спасает то, что он получает гран-при в Сандансе, а потом Тедди Аворд, главную гейскую награду мира на фестивале в Берлине, где картина была в конкурсе. Картина называется «Поезум», «Яд» или «Отрава». Она состоит из трех новелл. В принципе, название картины должно было состоять из одной буквы «H». «H» — это первая буква названия каждой из новелл. Там три новеллы. Одна называется «Хироу», «Герой», другая называется «Хоррор», «Ужас», третья называется «Хомо». «Гомо». «Хомо» но по каким-то причинам они с Кристианом Вашоном, с продюсером фильма, решили, что картина будет называться «Яд». «Отрава», возможно, из тех же соображений, что и добавление продюсерами формулы «Договор с дьяволом» в картинике Релис Бреста Райнар, Вернера, Фассбиндера. Но на самом деле, я думаю, основной мотив все-таки связан с тем, что эта картина, вышедшая в 1991 году, была метафорической картиной, подытоживающей страшное десятилетие, когда эпидемия СПИДа возникла в Калифорнии и когда считалось, что это особая болезнь, которая убивает только геев. Есть очень хорошие документальные фильмы с хроникой начала 80-х годов, когда умирали, как от коронавируса, сотни людей, буквально сотни людей в Калифорнии. И все это в основном были геи. Поэтому считалось, что это есть загадочный элемент у геев какой-то, который вызывает реакцию на этот вирус, и этот вирус убивает геев. И, соответственно, это было страшное десятилетие. Огромное количество людей, геев, в том числе выдающихся деятелей культуры, в том числе гомосексуальной эстетики носителей, умерло. И, подытоживая это десятилетие, Тодд Хейнс снимает идеологическую дебютную картину полнометражную, продюсером которой, одним из актеров и монтажером, который является Джеймс Лайонс, любовник Тодда Хейнса, на тот момент, который умирает от СПИДа во время монтажа этого фильма. То есть настолько все драматично. Значит, эти три новеллы, они по-разному эстетически оформлены. Одна новелла про мальчика. Ну, вообще, Жене, вот именно сюжетные концы, можно найти только в новелле Гому. Но, тем не менее, принципиально, если Фассбиндер в начале фильма посвящает фильм своему любовнику-арабу с длинным именем, там, из десяти слов, я посвящаю этот фильм Мухаммеду, там, Ибн, там, и т-т-т-т-т-т. То Тодд Хейнс в начале фильма принципиально пишет, что это фильм по трём произведениям Жене и перечисляет эти произведения. Для него две новеллы, другие, про изгоев, про отверженных, они являются всего лишь резонаторами основной новеллы, которая называется Гомо. И она вся построена на трёх произведениях Жене. Поэтому, если мы имеем в виду три новеллы, которые переплетаются в почти хаотическом порядке между собой, это не три подряд новеллы, это три новеллы, которые вы смотрите одновременно, как зритель. Так вот, все три произведения Жене имеют только к одной новелле отношение, а остальные лишь резонаторы. Значит, одна новелла стилизована под документальное кино 80-х годов, они все в разных временах, в разных десятилетиях. И в 50-е, и в 60-е, и в 80-е происходят. Та, которая в 80-е, стилизована под документальный фильм, расследование истории мальчика, который убил своего отца и потом куда-то улетел. И о мальчике все вспоминают, и там куча всяких подробностей гомоэротических, насильственных, педофилических, напоминающих что-то из биографии жены и других, значит, жертв, гомосексуальной педофилии, жертв именно. Вторая новелла – это хоррор-новелла, абсолютная трэш-новелла, стилизованная под трэш кино 50-х годов, черно-белая новелла. Она вся посвящена эпидемии. Загадочная эпидемия проказы нападает на исследователя возбуждения. Он выделяет вещество возбуждения из человека, но по ошибке, в каком-то разговоре увлекшись девушкой, которая, оказывается, тоже ученый, тоже занимается исследованием возбуждения, он выпивает сыворотку возбуждения, которую сам он выделился, и у него появляется страшная проказа, и он становится маньяком, который сначала целует своих жертв и передает им эту проказу, а потом их убивает. В общем, такая хоррор-новелла, очень отвратительно сделанный грим такой в стиле 50-х годов, но все, естественно, апеллирует к спиду, хотя там действие происходит в 50-е годы. И третья новелла из 60-х «Гомо», она вся построена на Богоматери цветов, она делится на два эстетических эпизода. Флэшбеки, романтические в детство условного жены, который вспоминает, как он нравился своим женским обликом старшим мальчикам в католическом колледже, который, собственно, его и развратили, и превратили в гомосексуалиста. И новеллы в тюрьме, где он встречается со многими мальчиками, которые уже повзрослели, и теперь у них другие отношения. И теперь кто из них более доминантный, стоит выяснить уже на тюремном языке. Это откровенный гомоэротический фильм с радикальным киноязыком, со сценами гомосексуальных актов, то есть прямое наследие эстетики Жене и Фассбиндера, идеологическое. Потому что если Джарман, он открыто эту эстетику без демонстрации половых актов эстетизировал, то следующее поколение, Джарман умирает тоже от спида. Самая страшная фотография, которую я видел, это Джарман перед смертью, он сидит у себя на кровати, и весь он в этих лизиях, и на человека уже почти не похож. Похож как раз на тот страшный спецэффект из новеллы хоррор Тодда Хейнса. Так вот, если Дерект Джарман, он нам половых актов не показывал, а гомоэротическая эстетика зато сочилась из его фильмов за счет других элементов эстетических, то Фассбиндер, наследуя Жене, и Тодд Хейнс, наследуя Жене и Фассбиндеру, они категорически сам половой акт, его грубость, его возвышенность, его необходимость демонстрируют со всеми кровавыми подробностями. Джеймс Лайонс во время фильма умирает во время монтажа. Тодд Хейнс прославился благодаря этому фильму и сейчас является одним из столпов New Queer Cinema, в котором очень много режиссеров, и из них все это режиссеры Каннского конкурса. Каннский конкурс — это гораздо больший проводник этой эстетики, потому что Каннский конкурс и Канны, как фестиваль, занимаются именно отбором авторских стратегий, то есть отбором эстетик, которые открывают дорогу к новым смыслом о главном. Поэтому «Тедди Аворд», «Медвежонок Тедди», главная гейская награда кинематографическая в мире, вручается в Берлине. Она межпрограммная, она вручается за любой фильм на гомоэротическую тему в любой программе фестиваля, но по факту там ищется тема, нишевая история, а не авторская стратегия гомоэротическая, а Канны занимаются селекцией авторской стратегии, поэтому они отбирают сливки именно в области эстетизации гомоэротики, в области смысловых углублений, а не нишевые тематики. Нишевая скандальная часть тематики, гуманитарная поддержка толерантности не интересует Канны. Канны интересует киноязык. И киноязык в гомоэротической эстетике, он приходит каждый год в конкурс Каннского фестиваля. Есть или Гас Ван Цент, или Педро Альмадовер, или Тодд Хейнс, или Себастьян Лелио, или Грег Ираки, и мы можем это все... Да, или хотя бы вне конкурса, но в том же зале Джон Кэмерон Митчелл. Всех отсылаю к самому смешному фильму. Но там нет гомоэротической темы, хотя это один из важных режиссеров Нью Кверсинема, Джон Кэмерон Митчелл, отсылаю к фильму «Шорт басс». Посмотрите, это самая веселая эротическая комедия. Она в первые шесть минут бьет не в бровь, а в глаз по радикальности подхода к изображению. Значит, и третья заключительная линия фильмов, которые имеют отношение к эстетике Жанна Жене, имеющие отношение к цитате про «О мечты порождения тьмы», которую я зачитывал, это картина Тони Ричардсона 1966 года «Мадемуазель». Если Фассбиндер с Кирелем... Это был фильм конкурса Венеции. Президентом жюри в тот год был великий французский режиссер и классик Марсель Карне. И Марсель Карне добивался, чтобы жюри вручило главную награду фильму Фассбиндера. Это осталось в воспоминаниях всех членов жюри. Но члены жюри проголосовали, несмотря на то, что у Марселя Карне было два голоса, и получила другая картина, не Фассбиндер покойный. Если Тодд Хейнс получил гран-при Санданца и Тедди Аворд в Берлине, то «Мадемуазель» 1966 года Тони Ричардсона просто была фильмом-конкурсом Каннского фестиваля. Она не имеет отношения к гомоэротической эстетике, хотя Жанна Моро каким-то боком потом стала иметь. Это черно-белая картина. Я очень вам ее рекомендую. Это отличная картина. Это такая прямо живая классика современного кинематографа про тьму, про то, как работает тьма. Сюжет парадоксален. Сюжет абсолютно сюжет Жене, который написал сценарий этой картины. Некое городское старое дело, которое играет Жанна Моро. Она вообще в большинстве своем играла почему-то старых дев. Вообще, если следить за Жанной Моро, открывается отдельный сад расходящихся тропок, и по ее фильму вы откроете для себя очень многое о кинематографе. Я сейчас в Каннах смотрел отреставрированную картину одну из... с ее участием, которую я никогда не видел. И был потрясен новой тропки, которая для меня открылась. Там 76-го года картина. Не буду сейчас вас мучить. Она есть в ужасном качестве на рутрекере, поэтому смотреть ее не удастся. Надо ждать, когда ее отцифрует для продажи, а не только на пленке. Так вот, Жанна Моро, она играла старых дев. Она играет некую старую деву, городскую учительницу, которую почему-то называют мадемуазель, потому что она такая фифа вся из себя. Но она приехала преподавать в деревню, в деревенскую школу на границе Италии и Франции, в провинцию, в жопу мира то, что называется. А она сохраняет все городские манеры. И деревня ее быстро начинает ненавидеть. А у нее быстро начинается загадочная реакция на эту деревню. Она может себе позволить лаять по-собачьи или ходить на четвереньках. Но главное ее... Да, заниматься сексом с итальянскими дровосеками, что, в общем, нравы консервативной деревни подрывает. Подворовывать. Любимая тема Жанны Жанны. Но главное, что она увлекается пожарами. Она поджигает в деревне то одно, то другое. И организует эти пожары так, чтобы подозрение никак на нее не упало. И подозрение на нее не падает. И фильм кончается тем, что она уезжает из деревни. Вот такой сюжет. Абсолютная парадоксальная формула. Очень открытая для интерпретаций. Очень неоднозначная. А как я уже говорил в своих лекциях, амбивалентность, то есть многоосмысленность — это знак высокого авторского языка, когда автор не дает нам готового смысла. Вот этого американского от забора до обеда нет. И мы можем в диалоге с фильмом, в диалоге между собой попытаться извлечь ту формулу смыслов, тот клубок смыслов, тот крысиный король смыслов. Знаете, да, что такое крыси? В Литве тут на днях нашли крысиного короля. Это бывает раз в полвека. Крысиный король — это когда несколько крыс или несколько десятков крыс случайно спутываются хвостами. И они не могут сами распутываться, и они от голода умирают. И находят обычного или мертвого крысиного короля. Или если живого, то его сразу усыпляют и помещают в музей. И все крысиные короли за все столетия во всех музеях известны. Крысиный король — это такое чудо природы. Так вот, клубок смыслов, амбивалентность — это крысиный король. Это, в принципе, для хорошего кинематографа только. И вот «Мадемуазель», фильм про мечты, которые порождены тьмы, это такой крысиный король авторского кинематографа Жанна Жене и Тони Ричардсона. Вот. Вот четыре картины, про которые я хотел рассказать. Это самые важные картины в кинематографе Жанна Жене. Вы найдете несколько экранизаций служанок. Вы найдете несколько... Причем, где служанок играют не мужчины, как положено, по смыслу, а женщины. Вы найдете несколько экранизаций балкона. Это, по-моему, самая популярная пьеса у Жене. Вы найдете... По-моему, есть одна экранизация негров, которая у нас не переведена, драма. Вы найдете экранизацию лучшей его пьесы Ширмы. Вы найдете даже некую экранизацию разных произведений Жене со фитобиографическими мотивами. Не очень толковый фильм, который называется «Святой мученик и комедиант». То есть почти цитируется... Не совсем Жене уходит. Слово Жене, имя уходит. Почти цитируется Сартер. Но толковых фильмов по Жене очень мало. И если двигаться в саду расходящихся тропок, то стоит двигаться вот по этим четырем... Точнее, трем тропам, которые я здесь отметил. Надо сказать, что Жене, один из его парадоксов, он как бы находится в мейнстриме. Так случилось, что радикальная эстетика драматургии абсурда, она до сих пор в мейнстриме. В разных частях мира разные режиссеры разного уровня, включая самых крупнейших, ставят пьесы драматургии абсурда, включая Жене. И Жене ставить начали там, я не знаю, с 55-го года в театре гимназии. Гимназии Питер Брук еще ставил Жене. Балкон, по-моему, он ставил, да. Роман Петти ставил балет по служанкам. То есть Жене, являясь культовым автором, являясь автором андеграунда, работающий с нишевой гомоэротической эстетикой, парадоксально является классикой французского искусства, классикой французской литературы и до сих пор находится в мейнстриме. В других странах, поскольку он переиздается большими тиражами и продается во Франции и в Европе, он переиздается на других языках, но кроме Соединенных Штатов, Великобритании и Франции вот так глубоко в эстетику Жене, в изучении его творчества, в общем, никто не залез, поэтому у нас он остается непрочитанным. Как я сказал, он приехал в Париж случайно и умер на улице Стефана Пишано в маленьком отельчике, своей квартиры, своей собственности у него не было. После того, как он умер, шквал людей, которые его любили и которые его ненавидели, написали свои мемуары. Например, у Жене была литературная рабыня, как она себя называет. Литературная рабыня Маник Ланш. Во второй половине жизни она стала женой вот ближайшего друга Жене, тоже известного писателя, о котором я говорил, Хуана Гайтисало, но она известный сценарист французский, очень много ее сценариев. В период, когда она познакомилась с Жене в 1947 году, она работала секретарем издательства Галимар, которая была, отвечала за связь с авторами. То есть она бегала по коридорам издательства, ловила авторов, договаривалась о произведениях. В общем, она была влюблена в Жене, который неизвестно, он был бисексуал, но неизвестно, отвечал он взаимностью нет или нет. В общем, она потом вспоминала, что она была его рабыней 12 лет. Что она имеет в виду до конца не ясно, но она, например, издала мемуар, который вот здесь Нугатовым переведен, называется «Человек с насмешливым взглядом», который начинается со слов «Я зарекалась рассказывать о Жене Жене, но, по-моему, эта клятва уже утратила силу за давностью лет». Вот. Она пишет «Я давно не помню, почему приняла это чересчур пафосное решение. Наверное, потому, что он однажды отверг меня так же, как многих других». Жен Жене, который занимался маргиналами и отверженными, тоже плодил отверженных. У него были очень сложные отношения с людьми. У него осталась память о возлюбленном Абдуле, вот этом самом Канатоходце, одно из лучших эссе, которое посвящено жене. Вот его фотография этого. Абдула или Абдула, его по-разному. В произведениях Жене он проходит как Абдула, а Маник Ланш его вспоминает как Абдул марокканского происхождения. Познакомился с ним Жене-мальчиком. И это был с 1955 по 1960 год самый важный возлюбленный, ну, кроме редактора, о котором я говорил, самый важный возлюбленный Жене, который очень повлиял на эстетиковое творчество и повлиял в том числе на молчание Жене-литературное. После самоубийства в 64-м году, в 60-м Абдул упал с каната, а по канату его научил ходить Жене, который в своей сложной жизни обладал разными удивительными навыками, в том числе ходьбы по канату. И он юного мальчика, своего возлюбленного, научил ходить по канату. Тот стал работать, выступать в цирке, стал известным канатаходцем, но упал и сломал спину. И жизнь со сломанной спиной, при том, что у них был счастливый брак с Жене, очень творческий, взаимно, привел к тому, что в одной из гостиниц Абдул порезал себе вены. И через три года вот та депрессия, которая навалилась на Жене, привела к тому, что в мае 67-го года в Домодасоле он, это городок маленький итальянский, в горах на границе Швейцарии и Италии, то есть с кантоном Тичино граничит. Он пытался покончить тоже жизнь, напившись намбутала. Вот. За которым, судя по всему, он ездил в Швейцарию. По каким-то причинам ему там сложно было покупить его во Франции. То ли рецепт нужен был, то ли он считался уже наркотиком, в общем, и понятно. Но, тем не менее, он выжил. И огромное количество лет после этого для большой формы закрыт был. Только писал политические статьи, ездил по всему миру, путешествовал в Соединенных Штатах несколько раз, пока ему не закрыли выезд, в Японию, в Южную Америку. И закончил жизнь среди своих арабских возлюбленных и их родственников. Потому что каким-то удивительным образом вся эта вольная жизнь, наркотики приводила к тому, что большинство этих возлюбленных погибало раньше времени. И Жене, по сути, остался в одиночестве. За ним ухаживала семья рыбака, который сейчас ухаживает за его могилой. То есть до сих пор старший и живый. Он умер в 1986 году от рака горла, как я говорил. И в моменты просветления, выхода из депрессии, вот он бросался в Париж, давал рекомендации по тому, как ставить его пьесы, написал завещание, делал новые редакции пьесы. У него все пьесы у Жене изданы в разных редакциях. Вы можете в каждом издании смотреть. Редакция такого-то года, редакция такого-то года, редакция такого-то года. Он все время как бы вливал туда, уточнял вот эту формулу, этот смысловой иероглиф. Оттачивал его. А пьесы все абсолютно парадоксалистские. К реальной жизни они никакого отношения не имеют, хотя мы можем маленькие элементы автобиографии там поймать, если внимательно ее изучить. Но творчество Жене-драматурга — это нереалистическое творчество. Это вообще никакого отношения не имеет к другим эстетикам, которые он создал. В любом случае, 15 апреля... Нет, вру. Он родился 15 апреля, а умер 19 декабря. Значит, в этом декабре будет 111 лет со дня рождения Жена Жене. И я очень рекомендую с этим автором познакомиться, что интереснее сделать через кинематограф. Потому что если вы начнете читать без визуального образа, это очень плотный литературный язык, несмотря на то, что там хорошая всегда сюжетика и неожиданные повороты, вы можете завязнуть. Потому что переводчики, пытаясь передать французский язык Жене, они на русский перевели все произведения с определенной эстетизацией. А такая эстетизация требует, ну, очень подготовленного, очень... читателя очень хотящего читать такой текст плотный. Поэтому начать проще с кинематографа. Он создаст некую матрицу, основу для восприятия Жены. Ну, а драматургия — это самая сложная часть. И в этом плане вот этот сборник «Театр Жан Жене» он прямо в помощь даже тем исследователям, которые занимаются творчеством Жене на русском языке. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить. Но сказать мне на сегодняшний момент больше нечего. Вопросов, как обычно, нету. Спасибо тогда. Субтитры создавал DimaTorzok